ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! Эфир национального телевидения Чувашии продолжает игровое шоу на Абум. Знаете ли вы, как раньше называли слово ладонь? Пясть. Даже существовало такое выражение. Дай пясть. Потом оно сократилось на одну букву и стало привычным для нас дай пять. В общем, дайте через экраны своих телевизоров пять, и мы начинаем! Обычно в шоу на Абум у нас играют взрослые участники, но сегодня мы пригласили старшеклассников Чебоксарской гимназии номер четыре, чтобы проверить словарный запас подрастающего поколения. Ну что, гимназисты, всем привет! Здравствуйте! Давайте знакомиться, начнем с Маши. Меня зовут Рычагова Мария, я учусь в десятом классе, я играю на флейте и занимаюсь стрельбой из глуков. Аплодисментами встречаем каждого участника. Привет, меня зовут Барышников Алексей, мне 15 лет, я учусь в девятом классе. Люблю путешествовать, читать и играть на флейте. Здорово! Меня зовут Вера, я учусь в одиннадцатом классе, люблю английский язык и провела год в Штатах по программе обмена флекс. Также люблю искусство, музыку, кино и литературу. Отлично, рада знакомству. Меня зовут Лукьянов Василий, я ученик одиннадцатого класса, увлекаюсь физикой, литературой, часто участвую в конференциях. Замечательно, надеюсь, тебе это поможет. Продолжаем. Меня зовут Дарья, я 17, я учусь в одиннадцатом классе, увлекаюсь танцами, фехтованием, литературой и языками. И разносторонне развитые личности у нас сегодня. Здравствуйте, меня зовут Роман, я учусь в одиннадцатом классе, увлекаюсь английским языком, литературой, журналистикой и также очень люблю просто читать. Ну это здорово! Хорошее увлечение, особенно для нашего шоу. Итак, ребят, ну что, пришло время объяснить вам правила игры. Вот она, бомба, знакомьтесь, бомба, это ребята, вот они. Итак, ну что, немного разрядили обстановку, объясню правила игры. Бомбу мы заводим, передаем первому участнику и загадываем вам слог, на который вы должны вспоминать и произносить слова. Это обязательно должны быть существительные, обязательно в единственном числе, никаких имен собственных. Надеюсь, все понятно? Гимназисты собрались, давайте ручки сюда, в центр зала. Итак, раз, два, три, поехали! Итак, первый слог, первый раунд, слог в начале. Слово и этот слог со, сокол. Поехали! Совесть. Сорока. Сосуществование. Оу, сом. Сочувствие. Сонма. Сомна была. Социум. Гимназисты что сказать? Сокровище. Сок. Совесть. Соло. Соревнования. Созидание. Сом. Было. Был, 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 сом. Сом. Чувствие. Было. Можно подсказывать, ребят, если есть. Социопат. Сотрудничество. Совет. Соль. Сожаление. Хорошая скорость. Да, только на мне все тормозит. Сон. Чинение. Сор. Соразмерность. Сон. Сокращение. Сокровище. Было, 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 было. Сонет. Сонет был. Сонет был, 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 был. Тогда сотворение. Соска. Ага. Сопереживание. Было. Соболезнование. Не было. Последние секунды. Рома, 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 Рома. Сур. Сом. Сам нам было. Было. И. Сотворение. Я говорю. Было сотворение тоже. И Роман, к сожалению. Увы. 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 Ях, как обычно говорится в этот момент. Ну что, во-первых, давайте поаплодируем, Роме. Ну и с пустыми руками мы тебя не отправляем. Два билета в театр юного зрителя. Несмотря на то, что ты уже не юн, но тем не менее. Постановки для старшеклассников там есть. Я жму тебе руку. Благодарю вас. Спасибо за игру. Знаете, ощущения, которые чувствуешь за кадром, и те ощущения, которые ты чувствуешь в кадре, совершенно разнятся. Сейчас я могу вспомнить огромное количество слов именно на этот слог «со». Там, я не знаю, солитер, солитер, которые я не вспомнил здесь. Соответственно, мне кажется, что, конечно, обидно немножко, но нервы сыграли свои. Здравствуйте. Меня зовут Ольга Салтыкова. Я бизнес-тренер по деловому общению и эксперт программы «Наабум». Сегодня я хочу рассказать вам о редких названиях цветов. Специалисты делят красный, синий, зеленый на десятки оттенков. Запоминайте. Аделаида – это красный оттенок лилового. Такое слово встречается в произведениях Тургенева и Достоевского. Федор Михайлович писал. Так этот галстук – Аделаидина цвета? Аделаидинас. А Аграфенина цвета нет? Цвет маркизы помпадур – это оттенок розового. Жанна Антуанетта принимала активное участие в работе над созданием фарфора. Редкий розовый цвет, полученный в результате многочисленных экспериментов, назван в ее честь – роз помпадур. Амарантовый – цвет, близкий к пурпурному, фиолетовому. Получил свое название от растения амарант. Палевый – розовато-бежевый оттенок желтого. От французского – солома. Карамзин воспевал полевые сливки. Цвет бедра испуганной нимфы. Яхонтовый, электрон, шампань, танго, цвет старой розы. Перечислять эти удивительные названия можно долго. А вот какой цвет они обозначают, попробуйте уточнить сами. Итак, ребят, ну что, впереди второй тур. Но перед ним давайте немного пообщаемся. Поскольку у нас здесь молодежь, старшеклассники, то бытует сейчас мнение о том, что современные поколения достаточно много времени проводят в интернете. Засиживаетесь ли вы в интернете и что там делаете, скажите честно. Я считаю, что в социальной сети люди становятся более раскрепощенными. И часто то, что просто невозможно сказать, потому что это тяжело морально, можно написать и таким образом... Монитор все стерпит? Да. Так, есть еще у кого-нибудь какое-нибудь мнение? Я на самом деле не согласен с Верой в том, что монитор все стерпит. И предпочитаю общение с человеком с глазу на глаз. А в интернете провожу время не так много, в основном, так сказать, по делам. Спрашиваю что-то, какие, может быть, какие работы надо делать, домашние задания. Но если хочу увидеться с человеком, я лучше с ним встречусь. То есть это моя позиция. В интернете очень часто используются какие-то сокращения слов, слова-паразит и так далее, да. Ну и вообще достаточно скудный словарный запас при общении в интернете. Имеет ли это общее с раскрепощением или нет? Какое твое мнение? Ну, мне на самом деле сложно судить, потому что я стараюсь в интернете общаться грамотно. Я пишу с большой буквы, ставлю запятые точки, не сокращаю слова, но только в английском иногда. Вот. Так что я не знаю, но есть ребята, которые и сокращают, и ошибки допускают, потому что можно не на диктанте. Ты исправляешь их? Иногда раньше исправлял, а сейчас уже смирил. Ребят, давайте небольшой тест. Как можно выразить восхищение, кроме слов «круто» и «супер» с каждого по варианту? Быстренько. Изумительно. Восхитительно. Прекрасно. Замечательно. Совершенно. Все, супер. Итак, замечательно. Спасибо вам за общение. Мы продолжаем, и у нас второй раунд, и сейчас слог перемещается в центр слова. Обязательно должен быть в центре. Итак, внимание, это слог «по». Сапог. Поехали. Спорт. Опозе. Запор. Спорт. Опознание. Оппонент. Можно помочь, если вдруг есть слово в запасе, поделиться, выручить. Топор. Топор. Сопоставление. Каподастр. Скупость. Напоминание. Запомнили. И снова Алексей. Напомню, Алексей самый младший из всех участников игры сегодня. Выполнение. Напор. Капот. 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 Шомпол. Заполнение. Угу. Что творится у него в голове сейчас? Вот хочется прямо вот туда бульк, нырнуть. Поплавать. Опоздание. Каша, давай. Опоздание. Молодец. Заполить. Спора. Капор. Антипод. Ну, привет. Снова здравствуйте. Ой, последние секунды, Леша. Вот сейчас уже точно никто не будет помогать. Я рад, что я сюда сегодня попал. То, что еще раз окунулся в те запасы русского языка, которые имеются. Когда садишься за стол и когда каждая секунда очень важна, испытываешь такое очень сильное волнение, которое мешает называть слова, которые приходят на ум. Одни из самых распространенных ошибок в русском языке – это ошибки в ударении. Обращали ли вы внимание, заказывая кофе в кафе, как называют люди напиток на основе эспрессо и молока? Латте или латте? Многие, очень многие ставят ударение на последний слог. Но это неправильно. Нужно говорить латте. Ведь именно так название этого напитка звучит на итальянском языке, с которого оно и позаимствовано. Не забывайте об этом. Латте. Ребят, ну что, перед новым раундом мы, как обычно, разговариваем с вами, беседуем. Сейчас я хочу поговорить о заимствованных словах. Поскольку у вас в гимназии углубленно изучают английский язык, у нас сейчас в речи достаточно много заимствованных слов из английского языка. Например, бизнес, риэлтор, менеджмент и так далее, и так далее, и так далее. Их очень много. Скажите, пожалуйста, вот вы, как люди, которые углубленно изучают английский язык, как часто используете английские слова вообще в речи? И что думаете об этом? Я часто использую английские слова в речи, и я не думаю, что в этом есть что-то плохое, потому что они уже укоренились в нашем языке, ну, некоторые из них. И мы уже все к ним привыкли, и все друг друга понимают. Ну, также иногда, просто из-за того, что я провела год в Америке, мне иногда легче думать на английском, и мне приходится переводить что-то на русский. И иногда мне сложно подбирать слова, и просто тогда у меня проскальзывают английские слова, потому что они первые приходят мне на ум раньше русских. Какие эмоции это вызывает у людей? Это зависит от людей. Я использую английский при необходимости. Как-то у меня так не возникает такого, чтобы у меня проскользнет где-то в речи английское слово. А если использую иностранные, ну, то есть это общеизвестные, которые закрепились, вот как вы перечислили, бизнес, менеджер, хотя есть много и русских аналогов. То есть... Ну, давай сразу же вот примеры, да, поскольку вы сходу, бизнес. Дело, свое дело или предпринимательство. Хорошо. Кастинг. Отбор. Шоу. Представление. Менеджер. Управленец. Молодец, да, слушайте, молодец, пять, садись, пять, молодец. Хорошо. Так, Даша. Ну, лично мне еще сложно с тем, что я изучаю английский и французский, и в голове довольно часто смесь языков. И проблема в том, что еще менталитеты различных наций, которые говорят на разных языках, они разные, поэтому выражение может иметь аналогов и иметь более глубокий смысл, чем те же слова, которые ты подбираешь на русском. В таком случае приходится часто дольше объяснять свою позицию, чем если бы ты использовал, скажем, иностранное словосочетание. Но лично меня наличие англицизмов в речи начинает со временем раздражать. То есть заходишь в тот же книжный магазин, и там всюду слово «бестселлер», и ты уже теряешь смысл этого слова, потому что почти все книги названы бестселлером, и ты уже не хочешь их видеть, скажем так. Есть ли какие-то слова на английском, например, которые сейчас активно используются, которые раздражают уже вот здесь, вот как вот бестселлер у Даши, у вас есть какие-нибудь такие слова? Я ненавижу, когда говорят «окей». Ну уже бабушки сидят, грызут семечки, я говорю, я пойду выброшу мусор, да? «Окей». Доходит это до такого. Есть ли у вас какие-то такие примеры, слова? Мне не нравится, когда говорят «го» вместо «пойдем». «Гоу-магазин»? Да, «гоу-магазин». Так и говорят, да. Это очень смешно и нелепо звучит. Давайте к игре. Итак, внимание, следующий раунд. У нас уже был слог в начале, в середине. Куда он перемещается сейчас? В конец. Приятно иметь дело с хорошими, образованными людьми. Итак, внимание, слог в конце, и этот слог «оп-микроскоп». Начали. А вот так вот, да? Перехвалил. Телескоп. Хорошо. Микроб. Микроб? Микроб «б». Слов «оп». Я думаю «оп». Окей. Микроскоп. Хитрость американскую сейчас, по-моему, да, пыталась нам применить? В огородах растет, там салатики режут. Укроп. А, укроп. Да. Потоп. Окоп. Маша. Поговорили в это слово, да, когда останавливаются там? Стоп. Да, по-моему, нет. Придумайте еще подсказку. Еще есть такой стиль езды на лошади. Галоп. Землекоп. Сноп. Подкоп. Сноп. А, есть ли, Сноп, нет. Подкоп. Итак, последние секунды. Вера, 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 Вера. Подкоп. Подкоп. Был, был, был. Был, был. А мне просто повезло. Мне тоже. На самом деле, придумывать слова, в котором заданное сочетание слов должно быть в конце, это очень сложно. Это намного сложнее, чем придумывать слова с этим сочетанием в начале или в середине. Вот, поэтому я думаю, что у меня не получилось придумать так много слов, как у других участников. Как-то я получила приглашение, цитирую, на «моё день рождения». И очень расстроилась, заметив сразу несколько ошибок. Название праздника означает «день, в который кто-то родился», а значит «день чьего-то рождения». Именно поэтому правильное написание «день рождения», а не «день рожденье». Теперь о второй ошибке. Дело в том, что местоимение «мой» необходимо применять к главному слову «день», а оно мужского рода. Значит, правильно, «мой день рождения», а не «моё». Пожалуйста, не путайте и подписывайте приглашение и открытки правильно. Продолжая тему чтения, хочется спросить и поговорить с вами сейчас как раз-таки о чтениях. Хватает ли у современных школьников времени на прочтение художественной литературы? И что вы сейчас читаете? Маша, давай с тебя начнем. Времени, конечно, мало, но я стараюсь читать все книги и по программе, и дополнительно. Но сейчас я читаю Анну Каренину. Это по программе? Ну, не сказала бы, что по программе, потому что по программе мы проходим «Войну и мир». А так я недавно прочитала «Ленезу Дуванчиков» в «Брэдбери». Вот, всем советую почитать эту книжку, очень теплая атмосфера создается в этой книге. Так, спасибо за совет. Так, едем дальше, Василий. Ну, на самом деле, хочу сказать, что времени не хватает, поэтому приходится читать долгими ночами. Сейчас я читаю «Тихий дом», он будет у нас по программе. То, что я не по программе недавно прочитал, это Рэй Брэдбери, он уже упоминался. Я читал «451 градус по Фаренгейту» и просто заинтересовался его творчеством, и недавно прочитал фантастический рассказ Игоря Нолгрома. Тоже всем советую, очень такой неординарный писатель. Хорошо, ладно. Скажите, пользуются ли в вашей школе, в вашей гимназии номер 4 популярностью люди, которые читают? Или у вас читают абсолютно все? Большинство. У нас читают не все, но все любят говорить с теми, кто любит читать, потому что это интересно, это какие-то особые шутки касательно каких-то особенных произведений, это создает совершенно особенную атмосферу. Хорошо, ну вы вот такие у нас, знаете, идеальные школьники. Но мы же понимаем, что есть действительно школьники, которые уделяют меньше внимания и учебе, и тем более прочтению каких-то книг, которые не входят в школьную программу. Но как таких людей, как таких вот школьников заставить читать? И нужно ли вообще заставлять читать? Как привить интерес к прочтению книг? Давайте так, я мало читаю, сагитируйте меня, как привить мне интерес к прочтению книг? Начинай. Предвыборную кампанию агитационную, Маша. Ну я не знаю, я, например, начала читать с Гарри Поттера, начала увлекаться чтением, хотя это было во втором классе. А то, что я просматриваю, пересматриваю фильмы с Гарри Поттером, это нормально? Нет, там очень много деталей упущено в самих фильмах, и гораздо интереснее прочитать книгу, много становится на места и становится понятно. Просто я открыл книгу Гарри Поттеру, и он пошел туда, открыл дверь, взглянул, махнул палочкой, и мне показалось, что это очень скучно. Ну я думаю, Гарри Поттера вам сейчас уже поздно читать будет. Спасибо большое. Насчет агитации я могу привести один личный пример. Я знала девушку, которую я не любила читать, сейчас она мне в этом признавалась. Я всегда говорила, что чтобы полюбить читать, нужно просто найти книгу в том жанре, которая тебе нравится. Она очень долго отпиралась, но однажды она влюбилась в роман современной американской писательницы, она его прочитала, на мой взгляд, это была достаточно легкая литература, но это привело ее к чтению, и теперь она уже наслаждается Тургеневым. Поэтому, мне кажется, эта дорога, ей может пойти любой. В общем, друзья, нравственно не деградируем. Если не читали до этого, возьмите любую книгу, ну или найдите свой жанр, который вам интересен, начните читать, потом придете к Тургеневу. Спасибо. Итак, ну что, мы движемся дальше, у нас полуфинал. Задание следующее. Внимание, слог может быть универсальным, то есть он может стоять как в начале, в конце, так и в середине слова. Достаточно сложно, но тем не менее, я уверен, что вы справитесь. Итак, слог «аз» – водолаз. Поехали. Азбука. Скалолаз. Намаз. Проказа. Зараза. Показ. Приказ. Магазин. Конечно. Ваза. Сказание. Рассказ. Пазуха. Указание. Указка. Сазан. Доказательство. Фазан. Казан. Ага. Фаза. Фаза. Так, азза. Абасин, не буксуй. Стартуй давай. Топаз. Топаз. Страза. Алмаз. Я вижу, как все девочки четвертой гимназии болеют за тебя. Чувствую это. Ну, можно сказать казначейство. А можно сказать казначейство, да. Казнь. Экстаз. Экстаз. Когда люди используют слова из обихода какие-то, или которые ты часто встречаешь в своей речи, ты можешь найти, ну, что-то схожее или близкое, или какую-то ассоциацию. На синхрофазотрон выбил из мозга вообще абсолютно все, что было до этого. В каждом выпуске программы я знакомлю вас с историей происхождения нового крылатого выражения. На очереди фразеологизм «отложить в долгий ящик». Своё значение – надолго задерживать решение проблемы – он получил следующим образом. Много лет назад на Руси царь Алексей, отец Петра I, приказал установить перед своим дворцом длинный ящик, куда любой человек мог опустить жалобу. Жалобы-то опускали, но вот дождаться решения по своему вопросу было непросто. Проходили месяцы и даже годы. Вот народ и переименовал этот длинный ящик в долгий. Мы снова за столом нашего шоу на Пум, и у нас впереди финал. Я надеюсь, ребята, что он будет зрелищным и очень-очень эффектным. Ну, давайте так, немножко расслабимся. У нас сегодня действительно идеальные ученики. Такое ощущение складывается, это абсолютно точно. Вы много занимаетесь, многое знаете. Кем мечтаете стать? Не просто, куда пойти учиться, а кем мечтаете стать? Есть ли мечта? Вот хочу стать, например, космонавтом, президентом, ветеринаром, ещё кем-нибудь. Маш. То есть никуда я собираюсь поступать? Нет. Давай не будем называть это учебное заведение, тем более, что МГУ знают все. Метеорологом. Возможно. Почему? Почему? Это интересно. Интересно. Тебе нравится, чтобы тебе всегда горели уши? Например, на аэродроме. Не, ну на самом деле президентом стать неплохо. Серьёзно, ты готов взять на себя такую ответственность? Ну, в общем-то, ну как сложится. Ну, вообще, на самом деле я хотел посвятить свою жизнь больше истории нашей страны, хотел бы побольше путешествовать по нашей стране, особенно по восточной её части. То есть мы живём в основном в европейской части, то есть огромное скопление населения, в то время как есть какие-то вещи, которые не изучены, то есть в той же Сибири какие-то открытия сейчас делаются. И вот таким вещам я и хотел бы посвятить свою жизнь. Ты знаешь, Вася, если ты будешь президентом, ты будешь много путешествовать по стране и в историю тоже, возможно, войдёшь. Итак, ребят, ну что, давайте настроимся. Последняя битва останется только один, и сейчас у нас совершенно новое задание. Абстрагировались от слогов. Прямо сейчас вам нужно доказать, что у вас богатая речь, потому что сейчас я хочу, чтобы вы произносили крылатые выражения. Итак, ребята, внимание, начинаем, заводим бомбу. Я стартую бить в баклуши. Поехали. Крылатые выражения фразеологизма. Точить лясы. Тёртый калач. Так. Лететь пулей. Делать что-то спустя рукава. Попасть в яблочко. Сесть в галшу. Аргеева, конечно. Пошла вода горячая. Это фразеологизм? Нет. Мутить воду. Угу. Итак, ребята, Маша, последние секунды, ну, последняя возможность. Настя. Все. Нужно было называть все крылатые выражения без темы. То есть, если раньше нужно было на такой-то слог, в таком-то месте он должен был стоять. А сейчас была предоставлена полная свобода. И очень сложно было что-то выбрать, что-то вспомнить. Сразу как-то все запуталось. Ну что, настало время поздравить победителя нашего шоу. Сегодня, напоминаю, с нами играли старшеклассники гимназии номер 4. И победил среди всей этой когорты Василий. Громкие аплодисменты всей нашей студии Василию. Ну и получай заслуженные прянички. Итак, давай начнем с билетов в театр юного зрителя. Это тебе. Обязательно сходи, посети. Также тебе набор имбирных пряников ручной работы от кондитерской «Лакомый кусочек». Держи, обязательно поделись. Я надеюсь, ты поделешься со своими друзьями. Конечно, поделись. Лакомый кусочек всегда для вас. Десерты на заказ. День рождения, юбилей, семейный или корпоративный праздник. Приятные моменты с лакомым кусочком. Торты и капкейки с фруктами, нежнейшими сливочными начинками, веселой мастикой и любыми воплощенными сладкими фантазиями. Выберите вариант украшения и десерт по индивидуальному заказу вам доставят домой или в офис. Подарите клиентам и партнерам десерты с фирменной символикой или корпоративный кулинарный мастер-класс. Телефон 37-31-34. Ну, на самом деле, сначала я не волновался, но чем ближе подходил финал, тем более нарастало волнение, потому что здесь собрались очень интеллигентные, интеллектуальные люди, с которыми было достаточно сложно играть, потому что все, особенно в начале, знали слова, и все очень быстро передавалось. Да, стартовали вы хорошо. Последнее задание было неожиданным, потому что, как только оно прозвучало, сразу все, что было в моей голове, оно просто улетучилось. И мне приходилось собирать то, что осталось, и называть. Ну, сейчас-то ты уже как бы в голове есть наверняка все эти крылатые выражения. Ну, я загляну в словарь, и все вернется. Дорогие телезрители, я надеюсь, что после сегодняшней игры, после сегодняшнего шоу, вы поняли, что читать – это очень-очень круто. Читайте, приходите к нам на программу, играйте и выигрывайте. В русском языке есть всего лишь несколько слов, где встречаются три одинаковых гласных подряд. Это «длинношея», «короткошея», «кривошея» и «змееед». Смотрите игровое шоу на Абум, и вы узнаете множество интересных фактов о русском языке. Меня зовут Михаил Морозов, еще увидимся. Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!